Напомним, что первый этап Кубка области по зимнему картингу, который также проходил в Полевском, в общекомандном зачете выиграли полевские картингисты, причем выступавшие сразу двумя командами и обе были в призерах. На традиционные соревнования, как с самого рождения клуба «Метеор» мы проводим из года в год эти соревнования. У нас уже традиционные, они в российском календаре и участники знают и едут с удовольствием. Как неоднократно отмечают гости Полевского картодрома, трасса у нас очень удобная и проверенная. Вот и в этот раз организаторы не стали ничего менять, потому что участникам нравится и они едут соревноваться именно на такой трассе. Количество гонщиков было традиционно обширным и география участников не уступала прошлым крупным форумам. Башкортостан, Челябинск, Тюмень и практически весь Уральский федеральный округ. На первом этапе мы заняли первое командное место и сейчас наши участники очень неплохо выступают. Уже победа в первом заезде и в предыдущем старте тоже хорошие результаты наши участники показывают. Так что думаю будет биться только первое место. Как обычно водится в зимнем картинге, все заезды были непредсказуемыми. Вследствие возможных заносов и вылетов с трассы проблематично было делать прогнозы перед стартом. Но в итоге, как и ожидалось, полевчане заняли первое общекомандное место. В личном зачете в классе национальный второе место у Михаила Григорьева. Пятым пришел к финишу Виталий Елунин. В классе микро победу праздновал Роман Власов. Данил Стахеев одержал очередную победу в своем классе. Также первым местом отметился Александр Викулов, выступавший в классе Е. Здесь же чуть-чуть не добрался до бронзы Андрей Пермитин, старший четвертым. Грядущее воскресенье 4 марта на Полевском картодроме пройдет заключительный этап Кубка Свердловской области по зимнему картингу. Открытие соревнований в 11.30.